Доброго времени суток! Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть такой базовый вопрос, но с маленьким нюансом, с оговорочкой. Вопрос звучит следующим образом. И чего тогда сейчас хочется? В контексте того, что сказали, рассказали, поделились. Такая вот более сложная конструкция. Ее можно немножко перефразировать. И чего тогда хотите в контексте того, что сказали. Вот если совсем уж просто ее так озвучить. Две части вопроса. Первая часть – это чего хотите. То есть стимулирование предложения клиенту озвучить свои хотелки, свой фокус внимания. Куда направить в работе, в текущей сессии? В контексте того, что сказали, здесь идет такая вот привязка и напоминание клиенту о том, что вот он поделился с одной стороны, с другой стороны идет некая обратная связь, что контекст был услышан. Частично это все-таки подтверждение того, что коуч слушает клиента. Но, конечно, лучше повторить фразу, то есть в контексте того, что сказали, и вот что-нибудь там РАБ-ЦД, что сказал клиент. Но важно мы делаем фокусировку, призыв на фокусировку. И подтягиваем то, что было уже озвучено клиентом ранее. То есть тот контекст, которым поделился клиент. Что это нам фактически дает и где это используется? Лучше используется это где-то либо в начале, либо в середине сессии. Иногда может это быть история. И в конце, если клиент очень долго настраивался, исследовал, делился, может быть, просто своими наблюдениями, собственно, поговорил и стало легче. Вот типа в этом контексте. Здесь, наверное, еще важный момент, что эту фразу желательно говорить с интонацией все-таки такой вот партнерской. Потому что если это говорить совсем безэмоционально, с точки зрения проявления эмпатии клиенту, то это может вызвать определенные закрытия, то есть нежелание раскрываться или, например, вытащить тот запрос, который не является в настоящий момент таким глубинным. Но это в любом случае выбор клиента, какой запрос ему озвучивать. Я еще раз повторю эту фразу и чего тогда хочется в контексте того, что рассказали. Всем добра. Пока-пока.